Хай, дамы и господа, как у вас настроение? Все ли отлично, все ли прекрасно, ваша вселенная? Я надеюсь, что все ништяк, и сегодня мы будем делать упражнение для нашего голоса. Конкретно на интервалах, как ионийский лад, дорийский лад, фридийский лад, лидийский лад, миксолидийский, эолийский и также лакрийский. Офигеть! И также еще поделаем упражнение в шаг в чистую квинту. Это все заумные слова из теории музыки. А так, если ты актер озвучания, либо же вокалист, либо просто человек, который использует голос в своей работе, то в любом случае это видео будет полезно, как минимум тем, что ты научишься делать, возможно, что-то новенькое со своим голосом. Откроешь новые возможности, либо же потренируешь уже те, которые имеются. Окей? Делать будем упражнение липтрилы, и также второе упражнение о нем мы поговорим позже. Там будут не липтрилы, а будут немного иные звучания. Собственно, что необходимо будет нам сейчас делать? Я буду играть определенный лад, определенное звучание, звуко-ряд, который у меня находится на моей фортепианке, а ты будешь повторять это с помощью звука... Вот, в общем, ты повторяешь звук, я играю, допустим. И потом мы вниз спускаемся, вверх поднимаемся. В общем, делаем это, тем самым ты прокачиваешь свое умение попадать в ноты. Если ты вокалист, то это будет полезно, если ты шоумен, полезно, артист тоже, я актер озвучения, вроде мы тоже говорили, будет вам всем полезно. Давайте, погнали. Вот так вот взяли двумя ручками, ага, держим. Для чего это делается, кстати? Почему мы придерживаем вот так вот? Потому что так нет никакого напряга для нашей вот голосовой связки, не напрягаются, и все окей. Если ты потому что будешь делать вот так вот, то есть шанс того, что ты как-то перенапряжешься здесь. А когда ты придерживаешься, то у тебя все расслаблено, все твое лицо хлебало, все хорошо чувствует, то есть нормально. Ладно, погнали. Ионийский лад начинается с него, наша игра. Давай, погнали. Гуд. Идем дальше. Дворийский лад. Отлично, сейчас прибавлю звук у синтезатора, ага, чтобы слышать. Окей, да, риски сделали, молодцы, идем дальше, потом фрегийский. Дворийский лад. Я умер. Давайте заново, друзья. Я не перевел дыхание наверху, окей. Погнали вместе. Кто смог, тот красава. У того легкие намного сильнее, чем у меня. Либо расходы для воздуха меньше. Погнали. Гуд. Фрегийский завершили. Лидийский. Начинается с ноты фа. Гуд. Идем дальше. Будет ми... Да, миксолидийский. Миксолидийский лад. Гуд. Эолийский. Миксолидийский. Ништяк. Идем дальше. Лакрийский. Такое звучание в вокале будет редко использоваться, потому что здесь находится у нас diminished chord, не содержащий чистую квинту. Если было бы с чистой квинтой, звучало бы так. А, но у нас звучит вот так. Ага, погнали. Лакрийский. Отлично. Мы дошли, в принципе, вновь до ионийского лада. Для тех, кто, возможно, не шарит, что у нас были за лады лады, это, по сути, определенные звучания из восьми нот. То есть здесь нотки. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Это у нас ионийский лад. Потом мы идем от ре до ре, от ми до ми, от фа до фа, от соль до соль, от ля до ля, от си до си и от до до до, допустим. Это у нас различные лады в тональности до мажор. Да. Да, 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 все верно, до мажор. Майнд. Или же в тональности ля минор. Это параллельный. Ладно, это не стоит. Это потом я создам видос про теорию музыки. Там уже более подробно. Окей, мы сделали упражнение на вот эти вот вещи. Можем еще мы повторить. Давайте вот пониже пойдем. Лакрийский делать не будем. Чуточку пониже возьмем еще один эолийский, а потом миксолидийский. И потом лидийский. Для тех, кто низкими голосами обладает. Либо для кого было это совсем легко. Допустим, тут у нас есть контртеноры, либо сопрано. Высокие совсем. Погнали. Отсюда начнем. Это будет эолийский лад. Вот так будет звучать. Гуд. Спускаемся ниже. Сейчас будет миксолидийский. Лидийский. Что-то я на нем запутался немного. Поэтому там немного с ритмом было не ок. Не так ок, как было с теми. Хотя и с теми было тоже не совсем ок. Но было нормас. Нормас. Собственно, мы потренировали голос. Прошли интервал, чтобы вам было понятнее. От фа до... Я хозак. Это октава. Мне кажется, это... Мне кажется, это малая. Фа малая октава. Это фа малая октава, мне кажется. От фа малой октавы даже прошли. И до... Получается... Те-те-те малая. Потом идется первая, вторая. Чет-то большой интервал прошли. До си второй. Ладно. Кто шарит в нотациях по звучанию, дайте мне знать. Я знаю примерно, как ноты располагаются. Либо это от большой до первой. Либо же от... Да. Либо от малой до второй. Собственно, дамы и господа, давайте дальше упражнение делать. Сразу скажу. Я не мастер в плане понимания музыки на 100% всех сальфеджионных вещей. Но некоторые понятия знаю. Поэтому, если есть мастера, которые шарят прям супер-мега-классно, то, пожалуйста, дайте знать в комментариях, какой это был интервал. Окей? Ну, в плане интервал, который я... Который мы проигрывали. А так, упражнения, они возможны, возможно их выполнять даже без знания сальфеджи. Потому что ты просто повторяешь определенное звучание, которое мы играем на фортепиано. Следующее упражнение будет на звук. Ты берешь х, берешь у и х, 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 как будто филет. Даже не старайся сделать у какую-то. Сделай просто х, 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 х. Вот так вот, ага. Будем делать на звучание следующее. Будем делать Хорошо? Давай начнем Будем начинать с нотки С Let's go Молодец! Идем ниже, для меня это высоко. Субтитры создавал DimaTorzok Молодцы, дамы и господа, мы это сделали. Вполне возможно, внизу у вас не ощущалось, что вы делаете именно ху-ху-ху-ху, прям звоночка. У парней не ощущалось фальцета, у девушек не ощущалось их диапазон. Я не особо шариваю в голосах девушек. Потому что внизу у нас обычно... Как у нас голос происходит? Обычно мы говорим либо на груди, либо на голове в некотором роде. И чем выше мы идем, тем более головной регистр у нас подключается. Но грудной в этот момент уходит. Грудной уходит, да. Без но. И грудной уходит. А внизу, наоборот, грудной подключается, а головной постепенно уходит. И поэтому, когда мы доходим... По крайней мере, я, когда доходил до... До вот этих вот ощущений... До диез плюс до плюс си плюс си бемоль, то вот тут вот сразу вниз все сходило. Итак, друзья, спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, это видео было полезно. Если хотите, можем данный видос завершить еще упражнениями на диафрагму. Они всегда хороши, в любом настроении, в любой день. Вообще бы я только их вам и преподавал. Потому что они самые, можно сказать, четкие, самые качественные. И АОУ, помните, мы обычно делали. Эти упражнения хорошо делать ежедневно. То есть, это то же самое, как и в спорте. Если вы хотите поддерживать свое состояние в норме, то делайте упражнения и АОУ. Как баскетболисты, футболисты, плюс другие спортсмены. Они ежедневно, как минимум, разминаются. Что-либо делают. Как минимум, зарядочку делают. Либо просто тянутся. Даже если у них там не было очень жесткого дня на ноги, на руки и все такое, то они, как минимум, выполняют растяжку, плюс кардио-тренировки в некотором умеренном количестве. Ну, в зависимости от их программы, конечно, тренировок. Ежедневно они что-то делают. Точно так же, как и музыканты ежедневно играют на фортепиано. Допустим, либо на виолончели, либо же на кахоне. И на их музыкальных инструментах, если вы перкуссионист. И так же, аналогично и ты, как актера звучания, рекомендую тебе делать упражнение на диафрагмочку. И, э, а, о, у. Сейчас будем делать упражнение. Для тех, кто первый раз у нас, это и, э, а, о, у такие звуки. Мы их вдыхаем, вдыхаем. Самое главное, чтобы здесь напрягалось. Обо всем остальном можешь даже не думать. Правильно выставлена ли буква И, либо Э. Это уже задумываюсь сам. Но желательно, чтобы была правильно, естественно. Потому что мы люди, да? И мы коммуницируем так, чтобы другим людям было понятно. Окей? И, э, а, о, у. Делаем так, таким образом. Сейчас водички порубаем. Ты тоже можешь порубать, потому что горло иногда пересыхает. Молодец. Погнали. Выше. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, друзья, если вы покушали минут 30 назад, то будет чуточку труднее, по той причине, что в этот момент ваш диафрагма не работает на полную мощь, я просто покушал минут 30 назад, было опрометчиво записывать видос, конечно, после данных всех вещей, но ничего страшного, там было не так плотно, но все равно, давайте сверху вниз пойдем, теперь опять, погнали, вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Реально Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, я русский язык забыл, да? На английском, на русском, на русском, ага, плюс изучаю некоторые другие языки, в том числе испанский и немецкий. Сейчас у меня начался такой период, я до этого изучал в 2018 году, и сейчас испанский и немецкий решил вновь взяться, плюс веду сейчас каналы на этих языках, на испанском и на немецком, ну помимо англоязычного, потому что на англоязычном я давно веду, там уже 2800 видосов, хо-хо, нифига себе. И также плюс освежал в памяти индонезийский язык, турецкий язык, и некоторые слова переплетаются, это все связано из-за того, что когнитивные процессы в нашем мозге так заточены, что чем больше мы повторяем одни и те же слова, тем больше они хотят вновь вернуться, и наш организм хочет их воспроизвести. И когда ты пытаешься объяснить что-то на русском, то тебе приходят в голову какие-то иностранные слова, которые ты понимаешь, что если скажешь, то зритель навряд ли это поймет. Поэтому некоторые, возможно, объяснения от меня звучат как-то не очень, не совсем, возможно, понятно. Но я надеюсь, что все ништяк, поэтому вы меня поняли, спасибо большое, что посмотрели данный видеоролик, практикуйтесь ежедневно, плюс делать упражнения, это прикольно, это весело, плюс поднимает настроение и прокачивает ваш голос. Что полезного от упражнений вы как минимум берете, это новые способы, новые ассоциации в вашей голове, что вы это делали, больше уверенности в соответствии с этим. Ну, знаете, даже если вы, допустим, просто рисуете одно и то же практически, ну, одно и то же с точки зрения примерно в одном стиле повторяете, либо это, это, это делаете, то в конечном итоге вы становитесь намного лучше в том направлении, в котором вы занимаетесь. Потому что, как минимум, вы, у вас уже машинально это идет, ваш мозг к этому привыкает и намного лучше. Допустим, если вы постоянно повторяете одно и то же стихотворение, то вы потом можете его наиболее быстрым способом воспроизвести с различными комбинациями, вы можете припомнить там отрывок только и уже сразу продолжится все остальное. И аналогично с нашим голосом, чем больше вы практикуетесь, чем больше повторяете, тем круче оно у вас становится звучание, с точки зрения вы сами уверены будете в том, что вы делаете. Потому что иногда вопрос не в том, что вот озвучить что-либо, а что ты бы чувствовал, да, я выполнил работу прям на максимум, я выполнил прям четенько. И чем больше вы практикуетесь, тем вы потом больше ощущаете, что да, действительно, я выложился нормас и прям уверенно сказал. И чтобы чувствовалась эта уверенность, для этого мы делаем упражнение. Спасибо большое за просмотр, желаю вам успехов и всем пока. Пока.